Добрый день суток всем, кто смотрит мой канал. Снова извиняюсь перед моими подписчиками. Почти неделю я не делал новое видео, не выкладывал новое видео. Снова постараюсь наверстать выпущенное. Просто у меня снова было много пресс-конференций. Вернее, была пресс-конференция, много интервью разных армянских СМИ. И действительно, времени и энергии физически просто не оставалось, чтобы делать новое видео. Но постараюсь наверстать выпущенное. Однако я все время читал вопросы моих зрителей, моих подписчиков. И как я обещал, я буду отвечать на все вопросы. Перед тем, как начать мою сегодняшнюю основную тему, я отвечу на несколько вопросов моих подписчиков. Прежде всего, я вспомнил, что мне недавно задали вопрос, верил ли я беговую, так называемую, арцруну или нет. Я недавно вот вспомнил про этот вопрос. То, чтобы я не хотел отвечать, я просто только недавно вспомнил. Ну, отвечу на этот вопрос, я так называемую арцруну и беговую кодцу не верил никогда. Потому что я, будучи армянином и гражданином Армении, в сто раз объективнее, нежели беговую кодцу, будучи российскими репортерами. Это мой жизненный принцип. Я люблю объективность. Все так, как есть. Я люблю освещать все так, как есть. Ни беговую, ни кодцу, тем более арцруну, я не верил никогда. Ну, когда я говорю арцруну, я имею в виду этого, так называемого, бывшего пресс-секретаря Министерства обороны Армении. Вернее, позор Министерства обороны Армении. Во-первых, кто такой Пеков, я узнал только, наверное, в июле, когда он якобы в Нагорном Карабахе освещал события, боевые действия и все такое прочее. Не, пардон, не в Нагорном Карабах, в Тобуржской области. И видя, знаете ли, не объективность, не объективность репортажа Пекова, я уже даже давно-давно перестал смотреть. А кто такой Артурна, я давно-давно знал. Новости для меня не было. Поэтому, если отвечать на этот вопрос, я им не верил никогда. Что касается Артурна, то иногда его абсолютно, знаете ли, его заявление абсолютно вообще не имеющее ничего общего, не то что с реальностью, а с логикой. Когда вооруженные силы Азербайджанской республики атаковали у города Шуши, крупный склад боеприпасов, и этот склад боеприпасов подрывался всю ночь. Всю ночь, и это было спустя несколько часов, когда Рейков Владимирович Артурнян, стоя возле церкви в Шуши, говорил о том, что он призывал армян собраться, воевать. И уже было ясно, что ли армянские стороны тяжелые времена наступили, и Рейков Владимирович Артурнян заявил, что вооруженные силы Азербайджанской республики, максимум в пяти километрах от города Шуши, в этой же ночи вооруженные силы Азербайджанской республики атаковали и уничтожили крупный склад боеприпасов, артиллерийских боеприпасов вооруженных силы Азербайджанской республики, то есть всю ночь. Этот Артурн, этот Арасрун, так сказать, попытался ускользнуть, но так эти взрывы слышали все, и международные журналисты, кто был на Нагорном Карабахе, и сам гражданин там Нагорного Карабаха. Та же, по-моему, в Курисе, эти взрывы, если я не ошибаюсь, та же до Куриса дальше, потому что когда подрывается склад боеприпасов, а этот склад, представьте, там десятки, если не сотни артиллерийских боеприпасов, как бы 122 мм, как бы 152 мм, этот склад подрывался всю ночь. То есть по всему Нагорному Карабаху все это было слышно и армянские журналисты, которые, кстати, были на Нагорном Карабахе очень хорошо, отчетливо слышали эти взрывы, Ну, на утро Артсруму, так называемый Расруму, задали вопрос, что там, там, стряслось, так и тому подобное, но Артсрум дал такой ответ. Я сперва подумал, что мне это послышалось. Он сказал, вооруженные силы Армении уничтожили склад боеприпасов азербайджанских диверсантов. Знаете, за всю мою жизнь, за всю мою жизнь более идиотского, тупого, бессмысленного, бездарного, идиотского высказывания, оправдания или высказывания, я не слышал никогда. Любой идиот знает, что диверсантов не может быть на территории противника, а тогда Шушей находился под контролем все еще армянских сил. И вот, идиот знает, что у диверсантов не может быть такой склад боеприпасов на территории противника. Например, там, по звуку было слышно, что там подрывается артиллерийский склад, да, артиллерийский боеприпас по мощности взрыва. Сколько часов там подрывался этот склад. Диверсант не несет на себе такое тяжелое вооружение. Любой идиот знает, максимум, что может на себя нести диверсант, максимум, ну это 60-мм минометные мины или максимум, ну пускай будет, в лучшем случае, 82-мм минометные мины. Все. И то, скажем, подразделения специального назначения, пускай разведывательно-диверсионного подразделения специального назначения, все равно, там, максимум, 10 таких мин, пускай будет, в кальбре 82-мм, и все. 10 мин, кальбре 82-мм не могут так подрываться. Все. Это и то в лучшем случае. А у Шуши подрывался склад артиллерийских боеприпасов, подрывался целую ночь, несколько часов. Несколько часов он подрывался, то есть артиллерийские снаряды подрывались несколько часов. Встрел был такой мощностью, что, я говорю, по всему Нагоровому Карабаху он был слышен. И у диверсантов не могло быть такое вооружение, чтобы подрывалось несколько часов. И диверсант не делает схрон или, там, не сооружает склад на территории противника, да и то артиллерийских боеприпасов. На следующий день все, кому не лень, блогеры украинские, российские, подражали и издевались. Что над Артруном, что над Министерством обороны Армении, что над всей Армении из-за этого Артруна смеялись. Это факт. Из-за этого Артруна, этого Артруна, над всей Армении смеялись. Потому что, когда видят, что это, так называемый, представитель Министерства обороны, и как он президент, это же просто позор для всего государства. Ну, это вопрос мне просто задали насчет этого Артруна, там, верил я ему или Бега Вонова. Считаю, что удовлетворил, дал ответ на этот вопрос. Далее мне попросили рассказать о боях в Шуши, что там произошло. Я, конечно, уже рассказывал об этом в первом видео на моем этом же YouTube-канале. Но раз уж вопросы задали, а я обещал, что буду отвечать на все вопросы, я снова попытаюсь вернуться к событиям в городе Шуши, в моем действии, что там произошло. И отдельно, как я и обещал, как только найду время, отдельно я сделаю видео про радиоакционную станцию контр-батарейной борьбы с ВАТХИ. Почему Армения купила, в журналистической республике Армения купили эту интузскую радиоакционную станцию контр-батарейной борьбы с ВАТХИ, а не российскую 1-260 зоопарка 1М. Я вкратце в предыдущем видео дал ответ на это, но вкратце. Но обещал, что в ближайшее время я отдельно сделаю на этом тему видео. Я держу свое слово. В ближайшее время отдельно сделаю видео об этом. Но сейчас, что касается боев в городе Шуши. Не знаю, мой подписчик или мой зритель, по-моему, мой подписчик написал, что написал мне, почему вооруженцы Армении не применили активность темы залпового огня 9К-58 СМЕРЧ, когда отступали из Шуши. Во-первых, первое, если отвечать на этот вопрос, вооруженцы Армении применили активность темы залпового огня 9К-58 СМЕРЧ, потом массово, массивно применяли, применяли с разных направлений, интенсивно, при том многократно, это реактивность темы залпового огня 9К-58 СМЕРЧ, обстрелили Курт Шуши, когда армянские силы оттуда отступали. Даже применили оперативно-тактический ракетный комплекс 9К-720 Искандер-Э, оперативно-тактическим и баллистическим ракетным 9К-723-Э. То есть Армения дважды попыталась вернуть Шуши, и при каждой попытке массивно применяли активность темы залпового огня 9К-58 СМЕРЧ. Это по поводу того, применяли армянская страна, даже после того, как потеряла город Шуши, дважды применила реактивность темы залпового огня 9К-58 СМЕРЧ и оперативно-тактический ракетный комплекс 9К-720 Искандер-Э по городу Шуши. Сейчас почему Армения потеряла, вот многие пишут там, предательство, не знаю, вот это Арасрун, там разглагольствовался, что там есть темные моменты в городе Шуши, и так и прочее. В реальности в Шуши все очень просто и ясно и понятно. Что произошло в Шуши? Вся суть, что там произошло, заключается в следующем. Армянское военное командование, военное руководство, просто недооценило войска специального назначения вооруженных сил Азербайджанской республики. То есть спецназ вооруженных сил Азербайджанской республики. Армянское военное руководство просто недооценило. И ценой этому армянская страна просто поплатилась, потеряв Шуши. Потеряв Шуши, все знают, что сердце Нагорного Карабаха это город Шуши. Потому что она, это, во-первых, самая высокая точка Нагорного Карабаха. Это раз кто контролирует Шуши, тот контролирует весь Нагорный Карабах. Это сердце Шуши. И потом, с психологической, моральной точки зрения, любая сторона, кто бы овладел этим городом, фактически сломал бы морально-психологический хребет противника. То есть с точки зрения психологического воздействия на противника лучше не придумаешь. Потому что так как все знают, что это стратегически важнейший город, укрепленный район, город Шуши, и все знают, что его будут оборонять на все сто. И лучшие силы против каждой страны будут ее оборонять. Тот, кто влодит городом Шуши в текущий момент. А если потерять, значит лучшие силы противника не справились. Лучшие силы той или иной страны не справились с обороной Шуши. Это означает, что все, хребет вооруженным силам сломан. С морально-психологической точки зрения на 10 лет нам все сто. Такие на армянскую сторону это повлияло. Но почему все так произошло? Суть в том, что у военного руководства Армении изначально не было представления о том, что такое сила специального значения вооруженных сил Азербайджанской Республики. Ни у армянец, ни у армянской общественницы, ни у армянского военного руководства. Почему говорят каждый судит по себе? Есть такая пословица, каждый судит по себе. Я согласен. В Армении что из себя представляют спецназовители войска специального назначения спецподразделения? Это военнослужащие, которые физически выносливы и так далее и там подобное владеют рукополием, менее рукопашным боем, умеют минировать, разминировать, хорошо стреляют и парашютом приходится 800 метров. Суправляем и неуправляем парашютом. Все, это и есть спецназовцы в Армении. В вооруженных всех Азербайджанской республики спецназовцы понятие войска специального назначения это вообще совсем другое понятие. Критерии абсолютно другие вооружение, подготовка, отбор, все, она абсолютно разная. И только костяк силы спецназа Армении стрелы спецназчения вооруженных все Армении это призывники. То есть военнослужащие срочные службы. Большинство. Да, есть много, очень много контрактников, но большинство все равно это призывники, это срочники. Из срочников можешь разорваться на две части, ты элитного спецназовца никогда не подготовишь. Это невозможно. Во-первых, срочник служит всего шесть месяцев. срочник до этой службы вообще понятен, что только вооруженные силы он только начал служить. У него нет опыта. Шесть месяцев он только учебку прошел. Срочник не может стать спецназовцем, это исключено. Для того, чтобы подготовиться хорошего спецназовца, нужно шесть-семь лет, чтобы ты подготовил хорошего спецназовца. Шесть-семь лет. У вооруженных азербайджанской республики спецназовцы это профессиональные военные, это контрактники, это профессиональные военные, это люди, для которых это профессия, это работа, это образ жизни, смысл жизни, цель жизни. Это в корне меняет суть. Это в корне меняет суть. Я, наверное, единственным был в Армении, который открыто говорил о том, что войска специального учения вооруженных азербайджанской республики готовят лучшие инструктора за всего мира. Впервые я об этом сказал в моей пресс-конференции в 2018 году 14 декабря я сказал о том, что притом на русском ответил на вопрос журналиста, сказал о том, что СВР, служба внешней разведки азербайджанской республики ищет по всему миру инструкторов самых лучших специалистов в области подготовки сел специального назначения ветеранов. В основном это ветераны, которые закончили службу, ушли на пенсию, но заключают контракт с Азербайджанской республикой, с Министерством обороны Азербайджанской республики и на контракт на основе переезжают в Азербайджанскую республику, начинают на азербайджанских полигонах, в учебных центрах готовить азербайджанских спецназовцев. Это специалисты из зеленых беретов сил специального лечения вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Если кто помнит фильм Рэмбо с исполнением Сильвестера Сталану Рэмбо он был в фильме с зеленым билетом. Это реальные и есть такие войска специального лечения вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Это очень очень хорошие, высококлассные, высококвалифицированные, опытные спецназовцы, прекрасно подготовленные. И представьте себе, что значит нанять инструкторов зелёных пилетов. Нанимали также инструкторов рейнджеров, нанимали более того, самые элитные войска специального назначения Соединённых Штатов Америки, это 6-й отряд морских котиков, и среди них нанимали контракт инструкторов, нанимали инструкторов САЭС, уже САЭС-22, уже САЭС Special Air Service, легендарное британское спецподразделение САС, САЭС Special Air Service, одни из самых лучших в мире. Российские специалисты уже на основе государственных контрактов готовили азербайджанских спецназовцев. И отдельно, на основе государственных контрактов, государственных согласий, скажем так, государственных договорённостей, лучшие специалисты Израиля готовили азербайджанских командос, азербайджанских спецназовцев. Это подразделение 262, или САЭС, это Маткаль, это спецназ генерального штаба вооружённых сил Израиля. Это одни из самых-самых-самых лучших спецназовцев в мире, в мире, в истории человечества. САЭС, это Маткаль, легендарное спецподразделение вооружённых сил Израиля. Их инструкторы готовили азербайджанских спецназовцев. Спецназовцев военно-морского фото военно-морских сил. Это аналог, скажем так, 6-го отряда морских котиков вооружённых сил Соединённых Штатов Америки, вооружённых сил из Абриджанских азербайджанских из публики, это САТ, САС, САТ, САС, и ещё есть ДСЕКС, это спецназ разведки морской пехоты. Их готовили уже инструкторы из ШАЭТ-13, это спецназ военно-морского фото военно-морских сил Израиля, суперэлитный спецназ ШАЭТ-13. Ну, представьте себе, уровень И плюс, турецкие спецназовцы, в турецкой республике тоже есть САТ и САС, тоже имеют спецназ военно-морского фото военно-морских сил, вот они тоже готовили вооружённых азербайджанских спецназовцев, которые долгие-долгие годы делились опытом. Пакистанские спецназовцы, такие как ССГ, это спецназ генерального штаба вооружённых сил Пакистана, ССГ Special Service Group, очень элитное, боеспособное, опытное, высококлассное, элитное спецподразделение, которое называется ССГ Special Service Group, это спецназ вооружённых сил Пакистана. Их инструкторы готовили, азербайджанских спецназовцев, и турецкие легендарные бортовые билеты, турецкие бордовые билеты, один из самых лучших спецназовцев, наверное, в истории человечества, это факт. И вот легендарные бордовые билеты готовили вооружённые силы, войска специального назначения вооружённых сил Азербайджанской республики. 052, 053, Ешма, бригада специального назначения, ИРСА, это спецназ СВР, служба внешней разведки. Ну, как я уже сказал, САДСАС и ДСЭХ, спецназ разведки морской пехоты. Ну, уровень азербайджанских спецназовцев, ну, если хотите уж честно и объективно, если бы я составлял список, скажем, 10 или 5 самых лучших спецподразделений или войск специального назначения, скажем, десятку лучших спецподразделений мира, то, скорее всего, азербайджанские и турецкие силы специального лечения заняли бы первое место, если бы уж объективно. Вы спросите, почему? Ведь в мире так и разорвлеклами, шестой отряд морских котиков, который уничтожили Асамбелладена, который официально таки считается лучшими в мире. Ну, шестой отряд морских котиков такой укрепрайон, как город Шуши, не брал. Азербайджанские силы специального лечения брали. Брали город Шуши. Брали тогда, когда, например, вооруженных сил Армении при реактивности мы залпу в огне 9К58 Смерч, а это самое мощнейшее наземное оружие в мире с точки зрения площади поражения, кроме тактического ядра, после тактического ядерного оружия, реактивность темы залпа в огне 9К58 Смерч является самым могущественным оружием сухоплодных войск. Площадь поражения 672 тысячи квадратных метров. Ствольные артиллерии, самоходные артиллерийские установки, как и 2С1, КВСД, К2С3, МКСД, К2С3, МАКАЦА, К2С3, М1АКАЦА, БЕК-303, и там были самоходные пушки 2А36, КАЦН, П, были 122-х метровые пушки, галбицы пушки, 2А18, МАЖД, Т-30А, калибра 122 мм, были Т-20, 52АП, 546, по классике АЦНАТОМ-19, 55, это Т-20, легендарный калибра 152 мм. КУМ, сам, прекрасный, проистанка ракетной комплекса, Т-129, КАРНЕТ, КАРНЕТ, 5500 метров. Ну, про минометы я уже даже не говорил, и вот, я уже не говорю, основные боеватаки, боемашины, пехоты, бронетранспортеры, бронетранспортеры, разведки, тазорные машины, а ШУШИ брали силы специальночения вооруженных Театринбуржанской республики на легкие, то есть без транспортных средств, без ничего, без тяжелого вооружения, да, были проистанки ракетной комплексы, дальнобойные, такие как Spike Air, Spike Extended Range, или NTD, или NTD, как в Израиле называют, или Spike Air, просто Spike Extended Range, Spike Air Extended Range, стальность у стрельбы 8000 метров, днем и ночью, цель поражает сверху, я об этом рассказывал, что рассказывать не буду, можете вам все посмотреть, вот такие кроссные оружия, было Spike Air, Spike Long Range, NT Spike, уже Spike Air, Long Range, стальность у стрельбы 4000 метров, были легендарные, паражировщие боеприпасы, увы, уже на Хару-30, стальностью, полета 40 километров, такие супероружия были, но тяжелой техники не было, и была очень ограничена воздушная поддержка, но при том, при всем, азербайджанские спецназовцы взяли Куршуши, при том, что армянская страна, оборонила своими лучшими силами Куршуши, и Куршуши командовал один лучших командиров, Сейлян Мшагавичурганян, это бывший министр обороны Армении, кто-то долгие годы был министром обороны, и армянская страна, при том, не смогла удержать Куршуши, потому, что армянское командование недооценило азербайджанских спецназовцев, и все свои силы, Армения фактически не ждала, армянская страна не ждала, атаки на Куршуши, потому, что по логике армянских военачальников, у азербайджанской страны, как бы, скажем, как Раик Владимирович Артинян заявлял, азербайджанские силы, там максимум 5 километров, да, армянская страна знала, что азербайджанские разведывательные диверсионные спецподразделения близко, но даже рядом с Куршуши, но армянская команда не считала, что они только сил с специального назначения не хватит, чтобы врать Куршуши, для этого нужна, как я уже сказал, тяжелая бронетанковая техника, сольная артиллерия, и тому подобное, и поэтому армянская страна не ждала атаки, наступления на Куршуши, потому, что рядом близкие бронетанки, потому, что с точки зрения проходимости тяжелая военная техника, вооруженность в Азербайджанской республике, было бы, там максимум, там, 7-8 километров, самая близкая от Куршуши, но армянская страна считала, что этого недостаточно, тяжелая военная техника и Куршуши пройдет невозможно, так и тому подобное, но азербайджанская страна сыграла на этом, в военной науке есть самый очень важный аспект, очень важный момент, называется эффект неожиданности, армянская страна не ожидала, что силами специального назначения можно взять Куршуши, думали, пока вооруженные силы из Азербайджанской республики стянут тяжелую бронетанковую технику, которая находилась максимум, там, в 7-8 километрах, может быть, чуть ближе, может максимум в 5 километрах, но этого было неясно, что дальше приблизиться не могли, потому что те дороги, подступы, которые, по которым могла проехать тяжелая бронетанковая техника вооруженная в Азербайджанской республике, армянская страна держала под обстрелом, а держа под обстрелом, армянская страна думала, что если эти дороги под обстрелом, то наступления не будет, и тут армянская страна просчиталась, силой специального учения, спецназ, войска специального изучения вооруженных сил Азербайджанской республики фактически атаковали, расстали армянскую страну врасплох, так как атаку Шуши вообще армянская страна не ждала, армянская страна, даже отправила из Шуши много сил, резерв, подкрепления в совсем другие направления, Мартуны, Мартакер, там думали, следующая атака вооруженных все Азербайджанской республики будет с этой страны, настолько армянская страна не ждала атаку на Шуши, и произошло то, что произошло, когда начали штурмовать Шуши, армянская страна уже была в шоке, была застянута врасплох, в основном вот что сыграло роль, взятие города Шуши это уже абсолютно переломный момент, во-первых, как я уже сказал, с психологической и моральной точки зрения, она абсолютно супер действует, на силы противника, на проигравшую сторону очень сильно действует, потому что взять самый серьезный тип район, самую серьезную стратегическую точку на Горном Карабаху Шуши это уже грандиозная победа. К тому время в армянской стране были огромные потери, огромные потери живой силы 200-300, то есть раненые, погибшие, огромное количество потерь военной техники, огромное количество потерь военной техники, просто отменяло к тому времени уже даже 5-6, по моим подсчетом 5 реактивных 7 залповых агнитивных 58 смерч потеряло и так далее и так подобное уже при таких потерях еще и потери Шуши армянская страна была уже полностью не боеспособна, а после потери Шуши взятие Стапанакерта это вопрос максимум, максимум, где там 4-х то не что там и то максимум. В основном вот что произошло в Шуши. Я надеюсь я ответил на вопрос моего зрителя или подписчика. Следующая моя тема мне очень много вопросов там задают какие средства радиоэлектронной борьбы были вооружены в всей Армении если бы они были, многие считают что их не было хотя это не так в армении средства радиоэлектронной борьбы многие считают что если бы средства РЭП не было были то есть наоборот были бы средства РЭП то возможно было бы отразить атаку разведыватель удар на письмо на токнетательных аппаратов удар на письмо на токнетательных аппаратов типа камикадзе баражирующая боеприпаса чтобы развить все сомнения отвечу во-первых у Армении были средства РЭП во-первых были РЭПЭЛАНД который вооружен в Азербайджанской Республике уничтожили и недавно в соцсетях азербайджанских появились фотографии и даже видеоматериал с уничтоженным комплексом РЭПЭЛАНД это комплекс РЭП радиоэлектронной борьбы один из самых лучших в мире и специально этот комплекс предназначили борьбы с разными беспоминутательными аппаратами ППЭЛА это гордость российского аварийной промышленности и кроме этого я почему позволяю себе о том говорить потому что до меня уже это было сказано в армянских СМИ в медиа про станции в армянском были применены армянские комплексы это не я первым не говорил об этом до меня уже я сам по радио слышал что кое-кто об этом говорил поэтому я позволю себе говорить первым я бы возможно не говорил об этом но так как у меня это уже звучало но я позволю себе ссылаться на него и хотя я сам знал что комплексы о котором я сейчас буду говорить применялись но первым не хотел об этом говорить потому что не знал насколько это целесообразно так как до меня уже об этом говорили я скажу да Армения применяла еще комплекс 1 РЛ-257 РБ-271 Акрасуха 4 один из лучших комплексов РЭБ радиоэлектронной борьбы короткость Российской Федерации но Армения применяла и потеряла еще комплекс Красуха 4 все было так как я предсказывал в марте в моей пресс-конференции я сказал что вооружение Азербайджанской Республики расставят и включат просто комплекс пассивной радиотехнической разведки Кольчуга АМ в принципе Кольчуга АМ обнаружит радиоизлучение комплексов радиоэлектронной борьбы и даст телеуказания то есть даст определит их местонахождение как только определяются эти местонахождения то есть координаты x, y это широта долгота высота над уровнем моря эти координаты если не скажем допустим если это прямоугольная координата переобразовывается если необходимы чпс-координаты передаются если не есть необходимость преобразовать координаты если нет так и остальные прямоугольными координатами дали целеуказания ракетно-артиллерийским войскам ам где открыл огонь с высокоточным уничтожат дам два примера первый пример когда дали целеуказания преобразовали прямоугольные координаты в чпс-координаты и передали эти данные реактивности мазалкового огня линкс азербайджанский то есть это израильское производство реактивности мазалкового огня линкс пакетами экстра ракетами то есть экстра экстендент рейндж-артиллерий тактик рейндж-артиллер миссел для экстендент рейндж-артиллерий рокет или экстендент рейндж-артиллерий вот этими тактическими скажем так баллистическими ракетами или корректированными ракетами кто как хочет пускай называет дальностью стрельбы 150 километров это тактическая глубина 150 километров круговое вероятное отклонение от цели 10 метров а то и менее 10 метров вот эти координаты дали этим высокоточным реактивным системам залпового огня они точно открыли огонь они одной коллективной ракеты украли ракеты уничтожили вот это весь дивизион этих средств радиоэлектронной борьбы кроме того были уничтожены комплекс поле 21 тоже для борьбы с беспоминтативными аппаратами вот так вот так вооруженных соединенных республик уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы армении то есть были уничтожены как 1 ра 257 рб 271 окрас окрас ух4 был уничтожен репелл над видео кстати недавно показали так и был уничтожен поле 21 было уничтожено поле 21 это те средства радиоэлектронной борьбы которые Российской Федерации один из самых лучших в российском арсенале один из самых эффективных многообещающих перспективных комплексов радиоэлектронной борьбы это корпус Российской Федерации это последнее слово российской военной промышленности в области радиоэлектронной борьбы и вот эти комплексы мы их считаем то есть Армения купила много этих комплексов Армении то театр военных артистов изменился его баланс сил и так и и тому подобное но я просто простый пример привел как вооруженные связи и врачевские республики их уничтожали Армения потеряла очень много комплексов радиоэлектронной борьбы при том станции для поставления постановки помех в УК в УК в КВ в КВ в КВ средствах связи и эти комплексы радиоэлектронной борьбы были уничтожены на сегодня наверное все если есть вопросы задавайте подписывайтесь на мой канал я с удовольствием отвечаю на все вопросы надеюсь ответил на ваши вопросы если КВ забыл про какой-то вопрос я прошу прощения напишите мне в комментариях я обязательно постараюсь ответить на ваши вопросы всем спасибо кто смотрел